приветствую на канале друзья с вами белогор на территории сибири и урала и до поморья находят порой удивительные артефакты происхождение которых ставит ученых в тупик но немало найденных артефактов пропадают бесследно и эта проблема не вчерашнего дня что пытается скрыть глобалисты и их пособники от общественности почему нас пытаются загнать в рамки определенных знаний и для чего это происходит в заполярной игарки обнаружено много обломков халцидона имеющих странные поверхности или подозрительно ровную шлифовку сродни нынешний лазерный хотя этот материал вместе с гравием добывается из местного карьера с уровней датируемых как минимум в 50 или 150 тысяч лет среди этих кусков кварцита явными фаворитами является по крайней мере два один из фрагментов на снимке содержит четыре символа заключенные в треугольнике они попарно и последовательно связаны между собой внутренним смыслом второй меньшего размера пострадал больше риски треугольников и внутренних изображений прочитываются частично полупрозрачные обломки сероватого и желтовато-зеленого цвета несут в себе следы термического воздействия во всяком случае присутствуют впечатления скоротечного процесса об этом указывает желтовато-бурый цвет в некоторых углах и оплавленные кромки дополнительную окатку камни явно получили либо на дне древнего в море либо во время катаклизмов ледникового периода оттенок камней открывает путь к возможному объяснению почему в сохранившемся предании бытует версия будто скрыжаль учителя рода человеческого было написано на пластинке изумруда то есть минерала зеленых оттенков сознательно или случайно искаженные отголоски этой символики разбросаны по масонской алхимической или оккультной литературе энциклопедиям и справочникам теперь есть доказательства что подобные знаки не придуманы тайных ложах прошлых веков а вполне реальное наследство доставшиеся нам от предыдущих цивилизаций в южном приморье были найдены обломки постройки сделанной из материала которая не может быть пока что получен с помощью современных технологий при прокладке лесовозной дороги трактор срезал оконечность небольшой сопки под четвертичными отложениями оказалась какая-то постройка или конструкция небольшого размера один метр в высоту состоящая из конструктивных деталей разные величины и формы в 1991 году большая геолого-разведочная экспедиция искала золото на приполярном урале а нашла нечто совершенно необычное множество странных пружинок они почти полностью целиком состояли из вольфрама однако вольфрам в природе встречается только в виде соединений к тому же пружинки имели чрезвычайно правильную форму а некоторые были снабжены молибденовым сердечником и оканчивались вольфрамовой капелькой словно оплавились а температуру плавления вольфрама помните более 3000 градусов по цельсию самый тугоплавкий металл в мире подоля вольфрама в составе видно что назначение неизвестные пружинки идентичные спирали накаливания в лампочке также есть присутствие ртути ученые провели сравнительный анализ спирали обычной лампочки и этой найденной морфологически их поверхности существенно отличается у обычной лампы она гладкая диаметр проволоки составляет около 35 микрометров проволока же в пружинках неизвестного произвождения имеет на поверхности продольные регулярные канавки с оплавленными краями ее диаметр 100 микрометров вольфрамовые пружинки были обнаружены в нетронутых цивилизации таежных уголках на глубине 6 12 метров а это соответствует верхнему плаиста цену или 100 тысячам лет до нашей эры и к слову говоря эти артефакты явно искусственного происхождения вот это вообще интересная информация в сибири находят древние ограны мегалиты объект находится где-то в сибири примерно возраст около 2000 лет назад к сожалению больше информации нет команда ученых и исследователей когда вернулась из экспедиции в долину мертвых в сибири заявила что им удалось найти доказательства существования по меньшей мере 5 легендарных котлов ведущий ученый этого проекта микель и сок заявил следующее в своем интервью одной из российских газет мы отправились долину смерти чтобы своими глазами увидеть и исследовать металлические котлы которые по уверению местных жителей существуют в тундре и мы действительно нашли 5 металлических объектов погребенных в болоте микель раскрыл следующие детали относительно этих металлических объектов каждый из них погружен в маленькое заболоченное озерцо объекты совершенно точно металлические ученые заходили в каждое озерцо ходили по крышке этих объектов при этом они издавали при простукивании металлический звук верхушки этих объектов очень гладкие но на них есть острые выступы по внешним краям когда его спросили что сами члены команды думают о своей находке микель отказался давать какие-либо комментарии только ответив в этом месте определенно находится что-то странно мы не имеем понятия что это такое и для чего она использовалась исследователь василий михайлович дегтярев в 1950 70-х годах трудился на приполярных дальневосточных золотых приисках сначала в качестве заключенного а потом вольно наемного рабочего добывают и такие истории это были верховья реки надр с падающими в нее притоками трюнер белая и бол осиновая и другие берущими свое начало за полярным кругом и текущие на юг самое удивительное то что однажды весной склоны отвалов с южной стороны вдруг зазеленели то тут то там тяжко трудившиеся люди не обратили на это внимание пока однажды василий михайлович не вскарабкался на них что же он там увидел он увидел что на склонах отвалов созрели плантации редиски но их никто там не мог высеять восхитившись народ редиску ту съел но так и остался в недоумении куда же она взялась по-видимому семена редиски оставленные в поселениях людей некогда теплых париполярных областей хорошо сохранились и в вечной мерзлоте и спустя несколько столетий взошли прогревшись на солнце скорее всего это осталось от древних жителей би армии так называлась одной из древних княжеств на севере сибири чтобы добраться до золотоносных пластов добытчики вскрывали в вечной мерзлоте грунт на глубине 18 метров и перемещали его в результате получились громадные отвалы пустой породы в которой часто встречались отполированные круглые каменные шары величиной с футбольный мяч такие же шары но не отполированные во множестве встречаются в южном приморье и представленные сельском частном археологическом музее такие же каменные шары во множестве встречается на острове чемпо который является одним из многочисленных островов арктического архипелага земля франца и иосифа административно расположен в приморском районе археангельской области россии он относится к наиболее удаленным уголкам россии и практически не изучен территория этого острова относительно невелика всего лишь 375 квадратных километров и привлекательно не столько живописными нетронутыми цивилизацией пейзажами а загадочными каменными шарами довольно внушительных размеров и идеально круглой формой на сегодняшний день существует несколько теорий происхождения этих шаров по одной версии это результат обмывания водой обычных камней до столь идеально круглой формы но в это конечно слабо верится некоторые же склонны считать что эти шары результат деятельности внеземной цивилизации или мифической гипербореи странные ровные линии на земле севера снята из иллюминатора самолет в приморском крае села чистоводные существует парк драконов это природный скальный парк удивительных и монументальных каменных образований очень сложно и наверное невозможно представить что в гранитном монолите естественным путем выветриваются камни такой формы также есть отпечаток человеческой ноги его размер полтора метра нифига себе я представляю себе человека которого размер стопы полтора метра ну там человек выше 20 метров наверно должен быть если это конечно подделка какая-то но если обратиться к индийским ведом то были такие люди в эпоху сатью например когда рассказывается что люди там были и 20 метров и больше по меньшей мере 4 миллиона лет назад в омской области нашли черепа удивительной формы они похожи на вытянутые черепа инков на перуанские египетские другие уникальную находку 8 черепов обнаружили возле села усть-стара но в омске остался один остальные отправили на экспортизу в томск в томск археологи омска за проведенную экспертизу не смогли расплатиться и черепа остались в томске интересно каковая судьба их сегодня по последней информации их законсервировали на сохранение и спрятали сглазь долой потому что наука не в состоянии объяснить их происхождение мечи в камне есть одна легенда относящийся к англосаксонской культуре она дошла до наших дней наверняка вы слышали ее не раз меч в камне легенду отождествляют с мечом короля артура экскалибура и говорят о том что некоторое время назад камни были не такими как мы себе представляем некое время в жидком состоянии именно тогда из них и строили невообразимые сейчас здания и конструкции кто-то вот меч в камень и вонзил не он так стоял несколько столетий восхищая умы и будоража воображения есть еще одна вещь вы не задумывались о самом смысле название орден вольных каменщиков почему каменщиков в этом начало разгад всех загадок они точно знают или знали почти все по теме как лить каменные блоки есть место не смог найти конкретно где существует вот такой меч возможно эта подделка под экскалибур для привлечения туристов следующее символическое место где установлен меч в камне это памятник располагается в каньоне карда ваган северной осетии куртатинском ущелье стилизована тропа чудес на ней находится камень расколотый на две части в камень вогнан меч кровников согласно легенде по узкой дороге шел охотник и увидел путника который попал в беду путник был его кровавым врагом охотнику полагалось убить его из мести но после спасения охотники путник помирились и в честь дружбы воткнули меч в кровников камень не слабого такого роста были эти ребята что такой меч у них был интересный вот еще одно место дюрандаль от французского дюран дал меч роланда персонажа многочисленных французских средневековых легенд и литературных произведений включая песнь о роланде фрагмент дюрандаля по легенде находится в скале возле святилища ракомандура выкован кузнецом галаном или по другим сказаниям кузнецом модельгером из регенсбурга вручен карлом великим своему рыцарю после принесения им присяги выкован из того же железа что и меч короля жу айос не исключено что это тоже дань легенде сам меч а может и подделку вбили в расщелину скалы но легендарный меч в камне который часто связывают с легендой о короле артуре существует он находится не в каком-то авалоне а в италии его можно увидеть в часовне мантесеппи недалеко от сент галгана история такова в 30 километрах к юго-востоку от сиены стоит полуразрушенное бадство сан галгана но некогда принадлежавшая ордену цистерцианцев аббатство это было построено как раз в двенадцатом веке в честь памяти святого в миру носившего имя галгана гавидотти этот гавидотти вел весьма распутанный образ жизни был надменен сластолюбив и гораст на всякие злодеяния но однажды было ему видение архангела михаила и гавидотти бросив все сделался отшельником а после смерти в 1181 году был причислен к лику святых вот как у нас святыми оказывается становится и кстати говоря это не первая ситуация когда клику святых причисляет людей которым которых там мы скажем так быть мягко говоря не должно о нем говорят что в знак своего отречения от мира и войны гавидотти вонзил свой меч в камень который поддался будто масло в результате из камня торчало только рукоять до 3 или 4 сантиметра лезвия образуя крест здесь видно что меч вставлен в небольшую оправу из другого металла как это объяснить возможно металл окислился в основании и для его фиксации чтобы рукоять не обломалась это место усилили неким хомутом меч галгана изучали специалисты хотя меч считался подделкой течение многих лет недавние исследования доказали что состав металла стиль меча полностью соответствует периоду 1100 года нашей эры это действительно металлический меч выкованный по всей видимости как раз в те времена когда жил свято стало быть он появился раньше артуровских сюжетов пересказе креттиена де труа и других но это не значит что у кельтов не могло быть своих аналогичных сюжетов ходе исследования тосканского меча в камне выяснилось что под ним имеется некая пустота церковные власти впрочем пока не дали разрешение на то чтобы сдвинуть камень поэтому ученым неизвестно что скрывает под собой меч в камне в наши дни он хранится под защитным стеклом все также в камне часовня и доступен для всех желающих варианты для объяснения этих легенд первое все эти легенды о меча в камне говорят что в прошлом многие каменные породы были пластичные возможно имели о каменевшую корку или пластичную внутреннюю структуру в процессе каменения пудоцкие камни как породы из которой лепили блоки для многих строений питера имелись во многих уголках мира вторая гипотеза массы в которой были воткнуты мечи имели искусственное строительное происхождение наподобие камня виктория из которого построено много чего в европе а химии и физики процесса по работе приходится часто общаться со строителями дорог то недавно обсуждали одну технологию в южном форф проблема разрушения дорог из-за того что основания глиняные и повышенной кислотность так вот есть оказывается технологии называемые стабилизация грунтов с помощью известняковой муки и цемента например этот в результате химических реакций некоторые глинистые основания превращаются в аналог бетона то есть происходит превращение глины в бетон или по-русски аналог камня вспомним массу рецептов наших предков по созданию искусственных гранитов мрамора и прочих камней изделий из которых существует и по сегодняшний день можно сделать выводы что рецепты свои наши предки брали из окружающей и их действительности когда сами наблюдали процессы превращения подвижных субстанций в твердые а сейчас проведите аналогию с этой современной строительной технологии с информацией ниже помните упоминание в русской народной сказке гуси-лебеди молочные реки кисельные берега показать бывшие в прошлом кисельные берега вот они река катунь горный алтай это изъеденные воды породы в прошлом были вероятно жидкой глиной киселем который быстро каменевал во время ухода большой воды несколько лет назад мне прислали фотографии с реки катунь с фантастическими изъеденными валунами берегами вот это вода могла сделать только в пластинчатых массах твердый камень она обтачивает по всей поверхности не похоже что вода это промывала сотнями тысяч лет молочная река это потоки бурлящей воды множестве порогов и выступов при большом количестве порогов река имеет белый цвет и по всей поверхности этот пример я привел для аналогии что в природе после катаклизма существовали процессы превращения глиняных масс в камень легенды о мечах в камне говорят что это происходило в исторические времена с вами был белогор всем спасибо за внимание подписывайтесь на канал если вам нравится мой контент ставьте лайки всем спасибо и пока